По данным Министерства здравоохранения, за прошедшую неделю в приемное отделение Центральной городской клинической больницы Ульяновска обратились 842 пациента. Из них 399 госпитализированы в отделение стационара. Большое количество пациентов поступило в учреждения с аллергическими реакциями. Популярные раздражители в летний период – пыльца, а также экзотические фрукты и ягоды. Поэтому, пробуя что-то новое или находясь среди незнакомых растений, нужно внимательно следить за своим состоянием. Бывают случаи, когда аллергические реакции возникают на знакомые плоды, если их съесть в большом количестве. Иногда это выраженные отеки, снижение общего состояния самочувствия и вот это расширение сосудов во время кожных таких генерализованных реакций можно даже привести к снижению давления и сбоям со стороны сердечно-сосудистой системы. То есть может очень серьезно протекать. Если вот, допустим, видишь что-то... При внезапном приступе, например, удушья, сразу вызывайте скорую помощь. Если вы подозреваете, что это реакция на что-то конкретное, исключите контакт с раздражителем. Выйдите из комнаты с незнакомым растением или попытайтесь вызвать рвотный рефлекс. В случае, если вы съели или выпили что-то не то, не повредит и прием препаратов, в которых вы уверены. Принятие антигистаминной препараты второго поколения – это тоже разрешено. Они не сделают, не нанесут какого-то вреда. Но еще раз подчеркну, что лекарства, какие-то более такие серьезные назначения – это только после обследования и назначения врача. Как отмечают специалисты, заниматься в таких случаях самолечением и ждать, что болезнь отступит сама, не стоит. Необходимо как можно скорее обратиться к врачу, который подберет индивидуальную программу лечения и определит раздражитель на основании лабораторных исследований.